Около тысячи рыболовно-охотничьих баз, которые ежегодно посещают полтора миллиона туристов. В Дельте-Волге создана целая инфраструктура, которая дала Астраханской области сотни рабочих мест и существенно пополняет местный бюджет. Низовья Волги – мекка для любителей рыбалки. При этом сюда уже мало кто ездит дикарем с котелком и палатками. Буквально за семь лет здесь появились комфортные базы. Большинство из них принадлежит москвичам. Энергичных местных жителей, как правило, берут в долю. Так легче взаимодействовать с властями и управлять хозяйством. В борьбе за клиента каждый пытается найти свою фишку. Будь то мощные катера, удобная инфраструктура или особенности внешнего вида базы. Однако залог успеха все-таки люди. Самая главная задача – это кадры, это профессиональные повара, это коллектив егерей, который очень хорошо знает акваторию, который умеет вести себя с гостем так, чтобы не раздражая оказывать ту помощь, ту услуги, которые от него требуются. Да, тяжело бывает. Существует сельский менталитет и отсутствие какого-то должного образования. Соответственно, базы в Дельте есть на любой вкус и бюджет. Средняя суточная плата составляет около 4000 рублей и включает номер, путевку на рыбную ловлю, завтрак, сопровождение егеря и прокат простенькой моторной лодки. При этом за бензин, обед, ужин, трансфер от аэропорта придется платить отдельно. Это еще 1050 за три дня. Рыболовно-охотничьи базы бизнес сезонный. Пик приходится на весну и осень. Но чтобы попасть сюда в такое время, номера нужно бронировать за 2-3 месяца. На зиму большинство баз консервируют, а персонал отправляется на вольные хлеба без сохранения заработной платы. При этом местные жители, подрабатывающие егерями, говорят, что за месяц горячего сезона можно получить до 70 тысяч рублей. По местным меркам это немало. Работая всего несколько месяцев в году, неплохо зарабатывают и базы. В итоге их число постоянно увеличивается. Но вот рыбы с каждым годом становятся все меньше. Сазана стало меньше, причем во много раз меньше. В 40 раз щуки стало меньше, в облы стало меньше. Поэтому, конечно, есть опасения, что бассейн, который нам когда-то был номер один в России, в Советском Союзе, он ловит сегодня 38 тысяч тонн всего. Это в 5 раз меньше, чем раньше. Еще когда строили Волжско-Камский каскад гидроэлектростанции, ученые предупреждали, что Волга потеряет свой богатый биоресурс. Сама река заилина и измельчала. Тратиться на ее очистку государство не готово. При этом рыбаки замечают, что в последние годы непредсказуемо происходит сброс воды. В итоге икра, которую рыба мечет в мелководье, повисает на траве. Ну и, конечно, браконьерство. Также местные жители винят сейсморазведку, которую три года назад проводил Лукоил. Очевидцы вспоминают, что рыба тогда всплывала вверх животами. И когда Лукоил получал разрешение на сейсморазведку и на бурение, поверьте мне, он был... Мы считали ущербы. Лукоил выплачивал деньги. На эти деньги выпускалась рыба, малек, выпускался в Волгу. И эту работу мы мониторим постоянно. Оснований подозревать Лукоил в каком-то злонамеренном вреде природным я лично не усматриваю. Восполнение биоресурса Волги и другие работы требуют больших затрат. Власти хотят переложить их на рыбаков и турфирмы. Однако разговоры о платной рыбалке, так же, как и попытка закрепить аренду на водные участки за рыболовными базами, вылились в скандал. Напомню, что бизнесмены готовы были разделить расходы и ответственность за мелиорацию и очистку водоемов, а так же взять на себя вывоз мусора. Но хотели получить гарантии, такие, например, как получение аренды на прилегающую часть водоема. Однако, когда в начале 2011 года началось распределение участков, оказалось, что в некоторых регионах бесплатно ловить рыбу стало негде. По стране прокатилась волна митингов и передачу водоемов арендаторам приостановили. Власть сначала разрешила этому бизнесу развиваться, а теперь, когда огромное количество баз существует, когда действительно в ней изложены деньги, и мы готовы работать честно, правильно и хорошо, нас все это естественным образом загнивает. При этом и рыбаки, и предприниматели понимают, что наличие рыбы – основа их заработка. Так рыболовные хозяйства сами выступили с предложением строже контролировать разрешенную норму вылова, в том числе и у любителей. Любительская рыбалка не станет платной, однако будут ужесточены нормы вылова для каждого региона. Вернутся те самые знаменитые советских времен – 5 КГ в одни руки. Это уже закреплено в проекте закона о любительской рыбалке, который, предположительно, будет принят до конца этого года. При этом она не будет платной, не будет фишкарты. Появится норма вылова и полный запрет на продажу сетей. Также разработана стратегия спасения природы. «Правительством принята программа развития водохозяйственного комплекса России до 2020 года. И на расчистку Волги, Ериков, банков выделены значительные деньги. Это несколько миллиардов рублей только по Росраболовству. Поэтому в этом году мы будем проводить конкурсы на проектирование этих работ и закупать оборудование, необходимое для этих работ. А в следующем году начинаем копать по-настоящему». В целом власти регионов, где развивается туризм, стараются идти на компромиссы и ищут пути сотрудничества по спасению исчезающей рыбы. «Я не хочу сказать, что туристы наносят невосполнимый ущерб и так далее. Конечно, какую-то часть изымают они из воды. Но, тем не менее, и власти нашей Астраханской области понимают, что туризм – это привлечение средств, это рабочие места. Но нормальный владелец, он всегда должен помнить, что он не одним днем живет. Он должен так, чтобы и было в этом году, и в будущем, и так далее». Для российского бизнеса ловля рыбы в мутной воде – весьма привычное занятие. Но главное помнить, что такой бизнес будет жить только до тех пор, пока в водоемах водится рыба. А потому от мутной воды, во всех смыслах, лучше все-таки избавиться. Елена Николаева, Олег Мартыненко, Эксперт ТВ.